Ну что, друзья, как только я подумал, что вот и все, и новых обновлений в ближайшее время не будет, как WorldEls выпустил еще новое обновление 28240. Сохранку я перенес, поэтому мы будем продолжать. Пробежался немножко на новом обновлении, ничего не изменилось из того, что мы проходили раньше, поэтому будем дальше изучать уже новое-новое обновление. Поэтому не зря прохождение было названо снова и снова новая обнова, поэтому продолжаем проходить. Собрали мы почти весь отряд по всем профессиям. Забрали девчонку Алхимика И теперь будем качать алхимию. Так, пока бандитов трогать не буду. Сейчас добежим до нового города. Соберем все, что рядом плохо лежит, чтобы ребятам наковать нового оружия. Вот и кортия. Так, перед заходом мы сохранимся. Теперь зайдем. Сейчас я чуть разверну для удобства моего. И сюда. Так, тут заберем за гробницу деньги. Посмотрим, что есть за задание. Потерянная экспедиция. Интересно. В ту сторону. И все, да? Кроме потерянной экспедиции, наверх никого нету. Сейчас посмотрим, что тут есть за бойцы. Так, с топорубным не надо. У нас уже два топорщика. Копейщик у нас будет один. И с топорубным тоже не нужен. Познакомимся с информатором. Чтоб он у нас не отсвечивал фиолетовым. И посмотрим, что у нас тут есть за рецепты. Так, за сахаренные фрукты. Мед. Мед найти очень тяжело. Каша. Свиная похлебка. Так, вот чертеж лютни. Вот лютня этот нам нужна. Мы ее за 75 прям вот выкупим сразу. Выкупим. Изучим. У нас все на нее есть. Поэтому мы сразу сделаем лютнюю. У нас теперь будет литнист. Поставим его. Это вот возле палатки мы его поставим. Так. Девчонка-алхимик. И смотрим, кто у нас. У нас есть геолерт какой-то, да? Значит, будет он у нас. Димон. Умелец. Умелец. Есть. Всем понравилось его новое имя. Так. Это будет Саня Кузнец. Тоже зашло всем. Так. Есть. Наш любимый гакерт. Так. Гакерт у нас был вором. Сейчас он под умельцем стоит на плюс 2. Критического удара. Ну, ладно. Пока я его трогать не буду. Так. Люсяна. Повар, значит, у нас, да? Люся у нас будет. Повар. Зашло. Хорошо. Так. Тори у нас рыбак. Тори у нас останется, как и был. Рыбак. Так. Шахтер у нас будет. Диофра. Диофра. Как же его назвать? Да, пускай будет. Дэн Шахтер. Нормально зашло. Так. Селена у нас салфинник. Значит, она у нас будет. Елена. Салфинник. Есть. Так. Одев будет у нас вор. Нормально. Так. Марат у нас лесоруб. Отлично. И у нас остался, по ходу, гатерт. Мы его попробуем сейчас сделать лютнистым, да? Лютнист дает телосложение плюс один. Что у тебя с телосложением? Одиннадцать. В принципе, неплохое у тебя телосложение. Ну, из всех, из всех должностей, которые у нас остались, остались только леднисты. Поэтому мы тебя сразу в бардой и переведем, да? Агатерт. Бард. Так. Где у нас гатерт? Зря не прохлаждаемся. Что ж такое? Давай, давай, давай на лютню. Не с той стороны. Ну, что ты? Да, что ты не можешь на лютню встать, а? О! Все, отлично. Теперь он нас будет веселить. Так. Будет нас веселить. Отлично. Тут у нас есть ключик. Сейчас мы пойдем его израсходуем в нужное место. А теперь почистим инвентарь. А, нет, вот еще у нас тут новый уровень открыли. В прошлый раз мы взяли пех, а сейчас так меньше повреждений. Животные меньше атакуют. Отряд есть на три еды меньше. Вот так вот. Так, сейчас посмотрим, что мы сможем добавить в очках знания. Три семи. Так, город на город пока не будем. Искатель предложений нет. Возьмем, наверное, одну очку доблести. Вот сюда вот. Чтобы было у нас максимально восемь. Можно взять плюс 10 к весу. Материалы для починки пока я не буду спешить брать. И побежали на рынок. Было бы прикольно, если тут был мед. Но меда здесь нет. Меда здесь нет, поэтому... Тут есть молоко. Молоко мы сможем делать кашу. Это тоже неплохо. Так, что у тебя? Так, ну дрова. Коп-тап еще не шло. Можно забрать. А вот эти цветочки мы заменим. Пока мы тут будем бегать. Посмотрим, чтобы сюда, может, конюшка выпала. Так, с молока можно, конечно, еще сварить конопля на чай. Но тоже спешить не будем. А спешить мы не будем, потому что мы сделаем в алхимии сразу гербарий. Чтобы про него не забыть. Потому что он очень нужен алхимику, чтобы возвращать часть ингредиентов, которые тратятся на приготовление зелий. Поэтому побежали сразу к алхимику. Сделаем девчонки гербарий. Еще одну очку знания получили. Так. Держим. Отлично. Зайдем в кузнецу. Сделаем бронюшку на 5. Нам не нужны гручные мечи. И посмотрим, что мы можем выковать. Тут хорошего. Так. Железные топоры, кинжалы, даже длинный лук можем сделать. Так. Длинный лук это очень хорошо, да? Тем более, что у ребят вообще луки слабые. Вот тут пятерочка армии стилук. Но тут сейчас длинный лук мы сделаем. Так, смотрим, главное, чтоб не меньше двух звезд. Отлично. Так, у тебя пятерочка плюс четыре. Хороший длинный лук, согласен. Плюс семь. Так, давай тебе продадим. Что у меня нет на второй длинный лук? На второй длинный лук у меня нет веревки. Но я тут видел на рынке хорошую веревку. Сейчас я сделаю сохраночку, чтобы рука не дрогнула на лучнике. Точнее, на луке. Так. Отлично. Три звезды. Вообще супер-овый лук получился. Плюс пять. Отлично. Этот лук мы за 56 монеток продадим. Так. Ядовитая смесь. Я ее продам. Держи. Скуплю у тебя вот этих цветов немножко. Чтобы вы менять рецепт. На носилке. Так. Что мы можем тут еще сделать? Так. Железный топор. Смотрим. Там. Железный топор. Железный топор не нужен. Железная булава. По-моему, у тебя она есть с шипами. Так. Копье. Копье, по-моему, тоже мы. Так. Где мы копейщик? Копье часового у него. Мы можем сделать тебе железное копье. Плюс 6 к урону. Отлично. Копье часового продадим. Ну, все у нас закончилось. И железо, и дерево. Так. Сбегаем. за рецептом. И у нас там ключ краденый есть от одной деревни. Поэтому мы его быстро сейчас используем. так, не туда я зашел, да? Просит он помочь, но мы пока не берем это задание. Так, вот, девчонка нам нужна, у которой мы выменяем 10 цветочков вот этих снежных ирисов. И она нам даст чертеж носилок. Отлично. Теперь тут нужно взломать сундучок. Ни одна отмычка. Есть. Есть. Не потратил отмычку. И тут у нас чертеж еще шины. Плюс еще одну очку знаний. Забираем. Чертеж шины забираем. Кстати, насчет сдельной сумки. Нужно будет выучить ее. Что мы сейчас и сделаем. Чтобы пони закинуть не подковы, а сумки. Так. Что у нас еще пока? Все тут. Теперь бежим использовать ключ. Что у нас тут? Одиночку на воровстве. Двоечку на мудрости. Так. Обнесем вот этот алтарь. Нам нужна вот эта брошенная овчарня. Стоп. Перед тем, как заходить, нужно ключ вытащить вот сюда. Так. А ты пока можешь посидеть в палатке. Теперь заходим и забираем все, что тут плохо лежит. Прокачали лесорубы. Так. Что такое? Два крючка. Статуэтка. На продажу. Все на продажу. Вот этот ключ открывает. Так. А ну подсветить, подсветить. Вот. Мешок. Отлично. Так. Вроде больше ничего не посветится, кроме люка. Заходим. И тут у нас хороший набор с копьем. И еще книжка. Одно очко знаний. Так. Копейщику смотрим. Минус три это копье. А вот бронюшку ему вот такую вот накинем. Так. Лучники у нас далеко работают в ближнем бою. Кипья. Так. У тебя такая же. Ну. Вроде неплохо подбарахлились. Так. Ну. Пока я здесь. Я хотел пробежаться вот по этой дороге. Зайти в Братство легионеров. И посмотреть появилась ли тут новая локация. Вот дорога как бы сама собой говорит о том, что тут должна быть новая территория. Но ее нет. Все. Это максималочка. Тогда заночу ему вот здесь. что у меня там с заданиями. Понятно. Значит мы пройдем по горе. наверное выйдем. Ферму мы прошли. Отлично. Так. И у нас все должности розданы. Нужен нам еще один будет ученый. Вот тут откроется ученый. Нам нужен еще один боец в отряде. Приготовить. Так. Хлеб. Зерно я не трачу. Мы там возьмем за него пони. 20 процентов что на нас нападут. так мясо решим этот вопрос. 31 так отлично. Отдохнем. Никто на нас не напал. Можем сделать носилки. допускай вот здесь лежат пока. Можно их вот так вот развернуть. Ох. Отлично. Так. С едой у нас сейчас проблемы будут. поэтому собираемся. Заходим к лезионерам. У лезионеров можно купить пони. Но мы его покупать пока не будем. Так. Смотрим что тут плохо лежит. у них ничего не появилось. Ни коробочки, ни сундучка. Берем задание на дезертиров. все равно сейчас будем тут пробегаться чтобы так одни вот сразу здесь и мы их сразу так тихо-тихо-тихо мне нужны вот эти а не бандиты вот вот эти да конечно конечно все мы понимаем ну задание есть задание так восемь на девять смотрим четыре здесь четыре здесь тут я могу пятерых поставить не очень а вот с этой стороны можем хорошо стать да тогда поехали так ты сюда штурмовички наши тут сюда лучники назад так так нельзя вот сюда все раз два три четыре пять шесть семь восемь девять стали теперь смотрим для удобства вот так вот нормально кто первый вот этот цепляю на себя и поверни его спиной хорош удар взяли одну боевую очку сразу потратим на пятнашечку но двоечка терпимо следующая вот такие ребята нам вот тоже поворачиваем спиной хороший удар и с ноги его вот так вот так следующий значит вот этих ребят можно выносить спокойно тогда отработаем лучниками пауки у нас тут сейчас шикарные по грязи бежит долго так выноси его вот сюда и троечка его еще отлично прошелся так со спины его готов и осталось всех четверо аккуратно капкал так он никуда не дойдет разворачивая его так можно даже чуть хватило подрихтовать так дамы заходи вот сюда между ними есть еще вот этого на себя бери так теперь вынимся это м вот обходи его сбоку и с ноги добиваем так нету мы тратить не будем тут смысл тратить очки доблести нету никакого этому потратим их на следующий бой заходи со спины и готов так щит нам достался так нормально щит нормально вот таври будет замена щита забираем дерево и смотрим рыбу потому что с едой у нас не очень нужно немножко где-то рыбы наловить потом надо будет украсть наживку рыбака сделать хороших крючков чтобы на один крючок ловилась по 2 рыбина так угарь есть так у нас тут можно пони немножко прокачать я беру грузоподъемность я не не нравится мне пони воевать поэтому я всегда беру грузоподъемность десяточку и в телосложение накидываем плюсик так выходим вот сюда перед тем как заходить на рыбный промысел мы сохранимся почему потому что пони халявно может оказаться алкоголиком потом придется его все время подпаивать бросаем пшеничку бросаем еще раз пшеничку приходит по ней смотрим вот отлично у него нет никаких черт характера это даже лучше и бесплатно его забираем к себе в отряд у нас теперь три лошадки сразу накидываем грузоподъемность телосложения телосложения и еще раз телосложения сколько мы тут 301 килограмм можем таскать и это очень хорошо два раза сюда не заходить мы не будем поэтому ловим рыбку и вот сколько обновлений уже прошло но всегда поплавок вон там справа никак они его не исправят чтобы он был всегда там не нужно и еще раз так что мы на рыбе кое-как протянем не некоторое время есть есть я готова потратили все крючки так вот вот здесь вот есть дезертира мы с ними сейчас разберемся а пока я хочу забежать но вот эту мельницу и забрать карту сокровищ так она прям привет вот она продает за 30 монет карту сокровищ мы покупаем и вот здесь заберем на холме сокровища так а еще по моему нее есть зерно у меня есть соль есть отлично тут на что еще зерно но уже 55 до мнение в розыск я не хочу так пони не можем поставить нужно улучшать канавязь так что пока побудь здесь будем городе сделаем тебе улучшение а сейчас я хочу посмотреть жареный карп сколько у меня карпов ни одного у меня есть окунь да не получится нету ни щуки нету ни карпа нету ни сардины придется есть сырыми тогда мы сделаем хлебушка так усталости у нас еще хватит на один бой мы сейчас вот тут срежем и выйдем на вот этих дезертиров призрачная стая сейчас немножко не до нее так ферма меня тут очки влияния есть час мы за очки влияния выгоним отсюда разбойников можно на них напасть а можно их напугать и получить 5 пшеницы 5 меда и книжку очков опыта за 20 очков влияния поэтому мы их напугаем что стража идет не нам все отдают и сваливают отсюда еще тут облутаем все что можно так коробка с дровами книжечку очков опыта так одежка на пля нету что ли блин ну ладно и на том спасибо и теперь вот вот этих ребят да 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 мы взяли на вас задание поэтому ваша жизненная история очень важно смотрим их 10 нас 9 раз два три здесь раз два три четыре здесь лучников нет так это 7 ради еще остальные вот они 8 9 10 да вот здесь как бы все говорит что лучше вот здесь собраться упануть этих троих и потом потихонечку чтобы не подтягивались сюда наверно так и сделаем так штурмовички мы сюда сюда и сюда так копейщик здесь и мы его наверно поменяем на лучника вот так вот так ты не дотянешься понятно и не дотянешься ты не дотянешься все можно начинать смотрим 1 так вот это будет мешать поворачиваю спиной так сюда одно боевое и троечка его железным топором сносим заходим на окружение вот этого так едем дальше вот этот будет ходить следующим чтобы лучника вообще ладно кучка мы трогать не будем заходи сюда есть отлично так кто его добьет готов и выдвигайся вот сюда так ну логично нужно добить вот этого давай немножко с ноги и отойдем вот сюда на копье лови так это троечка обходи его немножко сбоку их осталось шестеро так ты не дострилишь и подтягиваемся немножко не хватает так смотрим первый вот это да так вот этот что мы сделаем сделаем значит вот так вот это ближайший доход мы отойдем от удара молотом вот сюда так так ты пока не до кого не дотянешь ты вот сюда он подходит теперь копьем его вот так вот вот так вот немножко подходим и еще замедлим вот этого танка отходим смотрим не дотянется ни до кого спокойненько начинаем вот сюда стягиваться так лучником можно спокойно отработать отработать его отработать его копейщика вот сюда рядышком ты заходишь аж сюда и подтягиваем мечника так ну в раунд будет первым ходить вот этот его нужно кем-то вынести нормально сразу заходи есть и готов чтобы лучником ты не мешал отходи вот сюда так так потом вот этот будет нам мешать да я зайду сзади разверну его и готов нет никого мы не отпустим и вот сюда так копейщик немножко загородил давай вот сюда под капкан хороший выстрел добивай так нашего заденет вот вот это не мог бы его немножко оттолкнуть я вот так вот чтобы лучникового муха готов так еще один щит держи ворум нас прокачался и накинем ему десяточку в движение шикарно шикарно получилось так все задание по дизайнеру мы сделали отойдем немножко вот сюда и тут станет на ночлег так что у нас тут единичку вторую троечку новый уровень смотрим что мы здесь можем выучить хорошего скорость движения по дорогам плюс 20 отлично жалование минус 10 сила снижается зарплата миссии обсуждать нет возьмем движение по дорогам будем быстро перемещаться так единичку взяли ну пока в принципе все да оружие щит мы взяли карту мы еще не проверили у нас есть один мед на кашу можно выучить и пока все так зарплата держите есть у нас один карп но нету соли и соль можно выучить можно выучить жареного карпа чтобы открыть новое блюдо из рыбы так соль осталась одна мы с ней сделаем хлеб пока все так зарплату мы дали жареный карп с этого всего еще можно что-то приготовить народу у нас много вот отлично тут закрыли по мясу и отдохнуть так шикарно собираемся 40 у нас в розыске так откроем братство сейчас пока сюда спускаться не будем так лагерь следопытов так лагерь следопытов любили станет не нужен а вот и свиная похлебка так это чертежи слушаем уже утянем асьминого похлебку нет так надо перед этим сохранится потому что если у нас сейчас будет розыск они нас тут замахают да нас будут искать ладно я на розыск сейчас не хочу лагерь бандитов с тремя черепами вот тут железо есть которое нам нужно мы его заберем так ребят давайте двигайте дальше не до вас тут в лагере живут ребята которые убежали из-за того пони который на рыбной ферме был они рассказывают что черный скакун был очень страшен но этого черного скакуна уже приручили так поэтому у него что есть у него есть каша забираем за 100 момент кашу продадим ему статуэтку ожерелье камушки маленький гобелен шар часы молитвенник будем знать что все тут будет лежать если вдруг понадобится мало ли может в этом обновлении это что-то будет решать так забираем ткань вставляем одну чтоб нарастала забираем кожу и вот уже нормально так выходим обходим вот этих ребят и забираем вот сюда на кузню привет я тебе постигаю кучу барахла на фамилии муикс так изучим кашу на нее 3 меда нужно так это локоволь так карта вроде так немножко разгрузились у нас 54 сырья что мы можем сделать оружие хорошего мы можем сделать железный кинжал насколько я помню у акерта есть железный кинжал а вот у ленки ржавая заточка ржавая заточка ей нужен железный кинжал так сделаем на всякий случай захоронку сейчас мы быстро залупим новый железный кинжал блин профты пал готова три звезды шикарно шикарно так все да из полезного у нас тут все держи и заточку сразу продадим так бежим дальше вот тут есть дорога с мостом как бы тоже предусматривает новую локацию заберем но тоже нет так башню мы возьмем сзади и зачистим просто так не будем ее чистить а вот тут возьмем деревню каннибалов съел тут кип отца с матерью и убежала эти крестьяне его ищут и мы обещаем что если мы его найдем раньше то мы его конечно же упадем так и тут же ничего не до ни одного коробка отлично так выдвигаемся ты у нас правда на один день так что такое я думаю что можем не успеть вернуться в город хотя так вот этот груд и тут сидит этот каннибал который съел своих родителей говорит что есть было нечего они сами умерли и мы его прикончим потому что нечего есть людей и заодно на ребенку железо отлично так еще жила есть ничего тут больше нет выходим тут на нас нападают эти крестьяне говорят где каннибал мы им говорим что мы его убили они нам даже 10 монет и так далее теперь на всех парах несемся в город потому что нам нужна еда так стража торговцы не вижу торговцы чего так это стража опять стража это вы достали крюки есть прикуплю пару отмычек чтоб не тратить железо на них вот он за них камень дорогой такой волшебный так крюки есть возьмем на всякий случай на фател я не помню сколько тут ударов 6 а у тебя тоже пять ударов ну отлично пустое будет все остальное мне не нужно так делаем сохранку если есть хороший боец потому что нам нужен будет боец еще подученого так у меня два их топорщиков тоже два хотя бойцы все хорошие так мечник сильный мечник сильный мечник надо определяться значит кто у меня будет ну логично мне нужен еще один мечник чтобы был ученым да ладно брать не брать задание тут же не изменились да пропавшая экспедиция истребить крыс босс региона тоже пока не интересно так здесь что у тебя поменялось цветочки появились вместо вот этих появились вот эти что у меня с веревками веревки тоже закончились ладно веревки сюда дерево сюда цветы выбираем тут у нас будет хлебушек выгребаем соль я думаю что возьмем пять мяса и теперь значит что мы делаем так тут у нас что потихонечку движемся еще вот сюда теперь здесь мы выучим жареную свинину и конопляный чай так конопляного чая петок жареная свинина и хлеба отлично так соль у меня 20 чтобы улучшить а навязь мне понадобится 5 дерева 6 веревки и 10 соли это у нас все есть отлично сделаем тут еще три веревки так сделаем сумку шину отлично лошадку сюда тут у нас что вышелось вот так вот единичку заберем шину кому мы накинем извлечается 20 от ран да это пускай пока у него будет пока лишним не будет а там посмотрим кому так тут вроде бы все сделали выходим выходим делаем сохран очку и забегаем на кузню что мы можем сделать здесь сейчас надо посмотреть по оружию так железный топор железный топор железный меч железная булава ножи сделали шикарные кинжалы железные луки хорошие копье хорошее значит в принципе можем открывать новый щит вот так вот укрепленные баклер поехали так и еще один да отлично и нашим штурмовичкам плюс 2 оборона плюс 4 броня шикарно плюс 2 оборона 4 броня у тебя такой же такой же смотрим по плюс единички и такой же еще два щита продадим сумка плюс 10 тут пока подкова тебе сумку плюс 10 шкурки у нас закончились на другую сумку у нас пока не хватит хорошо пробежались и что я думаю за ночью мы наверно на рынке так что мы тут еще открыли вот так вот значит горячий чай пару хлеба мясо 34 38 вот отлично опасности вообще нет так что тут случилось хвастаться плюс 2 некуда запихнуть радоваться плюс 64 профессии повар отношения с близкими плюс 3 в радость счастье у нас максимально 15 поэтому профессию повара закинем ну что друзья я думаю что на сегодня все спасибо что смотрите не забывайте подписываться на канал ставьте лайки и до новых серий на канале лайки и до новых серий на канале карпин то или